Pebble Time – первое настоящее обновление линейки умных часов Pebble. Главная особенность модели – цветной экран и пейпа, который постоянно включен. Умные часы Pebble Time поставляются в плоской картонной коробке в комплекте с магнитным кабелем для зарядки. Аналогичное решение было и у первой модели Pebble, но совместимость не сохранена, то есть вы не сможете зарядить Pebble Time кабелем от Pebble и наоборот. Внешний вид часов вызывает, честно говоря, разочарование. Устройство никак нельзя назвать стильным или красивым, и дело даже не в красном цвете, в продаже есть также белые и черные варианты. Просто часы выглядят как детская игрушка. Рамки вокруг экрана слишком широкие, фактически здесь получаются двойные рамки. Внешняя, наиболее широкая, выполнена, судя по всему, из металла и выкрашена в темно-серый цвет. Она сразу бросается в глаза. Внутренняя рамка, черная, находится под стеклом и выглядит более благородно. Что касается тыльной стороны, то она однородная, из красного матового пластика. На ней расположены контакты для подзарядки. На боковых гранях корпуса расположены четыре кнопки, как и в случае с первыми Pebble. Справа кнопки вверх, ввод, enter и вниз. Если нажать центральную кнопку ввод, когда на экране отображается циферблат часов, то мы попадем в главное меню. На левой грани расположена единственная кнопка назад. Если же ее нажать и удерживать, то мы попадем в главное меню. Все кнопки высокие, нажимаются очень туго. С одной стороны, это значит, что случайных нажатий точно не будет. А с другой стороны, комфорта при управлении часами и навигацией по меню это не добавляет. Ремешок выполнен из силикона. Он мягкий и имеет абсолютно однородную, гладкую поверхность. На руке часы сидят комфортно. Застежка металлическая. Ремешок съемный, его можно самостоятельно снять и заменить на любой стандартный шириной 22 мм. Цветной несенсорный дисплей типа e-paper имеет диагональ 1,22 дюйма. Лицевая поверхность экрана часов выполнена в виде выпуклой стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Антибликовые свойства экрана хорошие. Яркость подсветки очень низкая. К тому же, подсветка различимо мерцает. На свету информацию на экране видно хорошо, только если в экране фактически отражается источник света. С точки зрения различимости информации в любых условиях, качество экрана не очень высокое. Цвета на экране отображаются весьма посредственно. Они блеклые, невыразительные, ненасыщенные. Настолько, что приходится присматриваться, чтобы понять, какой именно цвет сейчас выведен. Для подключения часов к смартфону требуется установить приложение Pebble Time из App Store или Google Play Store. Сильной стороной Pebble является большое сообщество разработчиков приложений. С Pebble Time ситуация все так же хороша. Одних только вариантов циферблатов уже сотни. Различных приложений тоже достаточно. Что касается возможностей часов Pebble Time, то по сути это все те же первые Pebble, только в цвете. Есть ли польза от цвета? Например, постоянно включенный цветной циферблат может выглядеть весьма неплохо. Именно циферблат отображается по умолчанию, как стартовый экран. Основное меню часов представляет собой ленту прямоугольников, каждый из которых соответствует одному приложению. По умолчанию это будильник, настройки, музыка, циферблаты и уведомления. Именно качественное отображение уведомлений принесло такой успех первым Pebble. Новинка в этом плане ничуть не хуже, а цвет помогает с первого взгляда идентифицировать, какого именно плана уведомление пришло. Например, Viber здесь маркируется фиолетовым, а SMS розовым. Pebble Time уверенно работает от аккумулятора 6 дней, что очень хороший результат. И все же, функциональные преимущества Pebble Time очень сомнительны. У моделей не появилось каких-то интересных и принципиально новых возможностей, а цена при этом стала вдвое выше. Тем не менее, свою аудиторию Pebble Time несомненно найдут. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok